так сегодня мы посетили посещаем вернее русский музей корпус бенуа постоянная экспозиция уже самого начала нас пытается ошеломить чем-то грандиозным все мы будем начинать с очень много интересного шикарное начало кончарова вот это же красота хлеба такой инпрессионизм примитивизм хорошие на раннего малича похоже вообще вот здесь уже красиво здесь тоже тоже гончарова примитивизм даже легкие оттенки футуризма есть но их нету но они есть мы пошли сюда посмотрим что это 34 апостола здесь уже видно нотки авангарда экспрессионизм но тут всякие вот это вот такой вот и буквы и то есть один фону желтым передатковые эмоции как будто бы экспрессионизм авангард экспрессионизм примитивизм но не фавизм такой вот это шикарно вот это произведение искусств вот это смотрю на эти мазки внимательно вот это ну тут не передаст наверно не передает свой не передает вот так вот нарисовано вот так вот это вот Чуть-чуть поменьше нравится, но вот это просто потрясность. Дыши. Стоп. Вот так заходи. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok это уже стиль куба футуризма подходи 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 кубические формы переходит в футуризм тоже смотрит сюда да и одновременно уходит как будто да символизирует движение прикольно зову анненков портрет фотографа-художника шерлинга прикольно сделано париж опять вот видите какая картина анна охматывай сколько изяшно вот такой это прям убер реализм как это такое не люблю ради поближе угодно писать физица пятна собира такой архи реализм не любят эту технику ахутненько ахутненько как нибудь красивый кадр формат нибудь Похищение Европы. У Серова практически все здесь примерно в стиле неопластицизма и вот здесь уже чуть-чуть подход к импрессионизму углем. Вот. Рык шикарно сделан. Видишь, тут настоящая одежда. Если подходишь, видишь меня как раз твоя. Вот эта интересная картинка называется «Мост и рай». Вот эти два персонажа интересные. Интересно, кто это? Ева и Адам или кто интересен? Или Ева и Авель? Непонятно. Нет. Нет. Так, это картина «Врубили демон», как я уже говорил. Мы зачитаем Лермонтова под нее. «И проглял демон побежденной мечты безумной своей, и вновь остался он надменный один, как прежде, во вселенной без упования и любви». «Врубили демон» «Врубили демон» «Врубили демон» «Аксеркционизм, супрематизм» Продолжение следует... 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 Главное, не раскачивайся, а то глядишь, 80-й год, вот такой четкий стиль, просто, не знаю, настоявшаяся техника. Как будто знал, что делал. Что-то картина Ситникова, не люди, звери, такой немножко иконописный стиль, как будто есть, а цвета как будто филоновские используются. Техника иконописи, как будто псори, все такое вот. Вот это вот классическая эпоха соцреализма, обязательно рабочий, с болгаркой в руках, и вот еще бронзер рабочий, ну видно, сразу не обремененный интеллект, таким его видели, там, и вот здесь вот, как сказать, поют дефирамбы рабочему классу, как будто бы, которым на самом деле экскурсиональный убой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова вот с картинами канала лесная лавка ничего такого но сердце тяжесть чувствовать в ней что все это тайны вечера что интересно исполнение восемьдесят четвертый год реставрирует рамку здесь чистая экспозиция соцреализма портрет сварщика завод тут работяги это кто у нас это тоже сварщик там тоже портрет сварщик вот это кто такой возвращение охотников физкультура легкая атлета гимнастика спортивная гимнастика классический соцреализм можно сказать это кто у нас ракетчик гимнаст гимнаст вот этот вот соцреализм если ты вот так не рисовал ты подвергался поля картина семья сорок пятый год абсолютно на каждом лице можно видеть радость и 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 Колхозная молодежь Никонова, 64-й год, эпоха соцреализма. И вот здесь тоже, что у нас тут на огороде Иванов, 2018 год, 2018 год, между прочим. Мексиканец, очень хорошая, яркая, красочная, шикарная. Контраст, насыщенность. Это я, Ковалева. И вот сюда, уже Дайнека, оборона Севастополя. Примечательно, что у них штуки, да? Наверное, нет, это тоже с ружьем. Оборона Севастополя. Вот такие вот. Ну, сейчас Севастополь у нас связан только с мирными ассоциациями. Вот это время уже прошло. Времена потом прошли. 48-й год, возвращение. Ну, видимо, солдат это было популярно в сталинское время, поствоенное. Представьте вот такие жизнеутверждающие картинки. Все хорошо, все улыбаются. Но у всяких инвалидов не должно быть. Шаг, широкий шаг в теплое будущее. Типа. Тоже социализм доедники. Там тоже социализм. Молодежь. Военизированный комсомол. Он в Германии, это называется Гитлерюгенд. мир дружба жевачка поэтому как смогу военизированы женщины и все подружья абсолютно это зелено жизнь утверждать все нормально так и должно быть люди расстрелять убивать расширенять все-таки суровые сосредоточены лица и причем все такое зеленая бегать в жизнь утверждающая и с ружья вместе как бы все обычно так и должно быть вытого тоже да с реализм тоже с реализм вот это петро водкин 1019 год тревога революционная россия что здесь он читает красная что-то там красная такая нищета разруха мужик смотрит на альф может он же бои какие-то идут и абсолютно не понятно что будет петро водки петро водки нужно может быть по этим цветам на самом деле по синим цветам и по лицам такие округлые чуть-чуть похоже на иконы петро водки состязание юных моделицев 31 год тот реализм здесь тоже лыжники соц реализм ваза завод ваза ваза завод заводчанка же за что у вас за обычно заводчан дома очень много ваз и вообще скульптур вот эти коробки почему не посмотрели вот эту картину вот это сам автопортрет его петрова водкин обычно всегда вот синий цвет у петрова водки на этот цвет метафизики надо иметь ввиду вот по этим изумрудным краскам можно узнать изумрудные краски идем дальше от ретаренбург где всегда лица как иконы 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 а не дальше смерть комиссара опять вот эти вот синие изумрудные цвета этого тоже прислалили здесь идут барабанщики уходятся к горизонту в метафизику можно сказать красными знаменами но это богоматерь опять же миллионезах съездят икона везде как икона лица и опять же в метафизике вот эти мотивы библейские здесь крест стоит перед ним и кристалл здесь тоже пока матерь с младенцем это тоже знаменитая картина которого вот на фантазия опять те же изумрудный зеленый синий синий как цирк метафизики красный вот здесь деревня очень необычно сделано так это зал филонова расцвет мирового мировый расцвет решите поэтому не целая философская трактовка была его жанра скажем так вот у меня все в таком ключе сделано полу иконы все вот так вот ребит козел посетить пройти прищуриться можем видеть козла у нас люди тоже такие прищуриться я не знаю видно здесь мы просто пиле к филонов пошли дальше после налета что-то интересно налетчик чуть-чуть есть от пикассо не чуть-чуть достаточно много и футуру футуризм абстракция символизм наверное нет но хотя могут эти окна на летчик а это после налета вот такие иконные лица бумага холст и масло но формула весны и действующие силы вон еще на а а а сколько мелкие деталь тупо скорло сколько мелких деталей зайди мы положим это на огромное сколько на 2 на 2 до 2 метра есть может быть 2 на 2 посмотри вот какие детали здесь предположим 1 об из черточка так синяя маленькая и это все кропотливо делалось просто кровь такие не знаю сеточка нарисованная белый с красным смешанно и переводку скроу огромная работа огромный труд я скоро куплю себе автобиографии ломова все-таки сразу видно влияние пикассо ну не только пикассо понятно абстракция метафоры футуризм кубизм и и однако чувствуется его стиль постами перехода данного цель к другому мужчина и женщина сами наступки на зиме нарисованы на ее ступнем салей на это ноги вообще ступни нет есть как будто аскал тигра и льва тут голова очень много нюансов все таки краловый цвет вообще в целом сарик его мужика как бы такой же немножко темное начало есть у женщины как будто белый начало но ехидная такая улыбка и как будто бы маска у меня есть вдвуличие и руки такие все корявые мерзкие картины шикарные покажи вот эти вот миниатюрки название пир королевны только щекута тайная вечерки уродцев с перекрещены руки как на иконах рыбка хлеб вино цель наступки да филонов это конечно эпоха отдельная на самом деле кто-то скажет это уродство 2012 год в двенадцатом году такие картины писать не знаю как пружат в будущее да 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 Что характерно для беспредметного сапрематизма, это то, что там даже не должно быть название, потому что беспредметно. Концепция номер четыре. Или красная и желтая. Абсолютная беспредметность. Даже концепция не должна быть. Белый круг. Беспредметная композиция номер семьдесят два. Протченко. Я не смотрел мой выпуск. Смолевича обязательно посмотрел. Там в принципе про всю философию. Беспредметности. И сапрематизма. Конструктивный натюрморт. Подбор материалов. Еще интересное. Абсолютное отрицание всего. Кубизм номер четыре. Вот такая скульптура. На фоне всего. Кубизм. Вот это переходы вообще. Малевичка начинает переходить от кубизма, футуризма. Пост-пост-пост. Непрессионизма к супрематизму. Сложное предчувствие. Уже здесь он обезличен. Тоже здесь в лице одет. Туда и в принципе предметного нету. Здесь у нас кто? По-моему, Ванька, да? Мальчик Ванька. Футуризм, направленность движения показывает. Тоже никаких лиц, ничего нет. Здесь то же самое. Вот. Женская фигура. Ну, просто докапливается до стола. Больше никаких внешних атрибутов нету. Рук, пальцев, ног, волос, ничего нету. Голова крестьянина. Тоже такая знаковая. Здесь, кстати, добавлены глаза. Должен нос добавлен. Вот. Знаменитая. Спортсмены. Никаких лиц. Но все-таки еще чуть-чуть предметное. Это все еще надо убрать. Это еще не учится супрематизм. Это еще очертание. Это еще есть человек. Человек это уже предметное. Он тоже должен выйти. Здесь может быть все, что угодно. Абсолютно любая форма может быть. Зеленая, синяя. Это не важно. А вот здесь уже чистость и супрематизм. Черное как бездна. Как конец искусства. Белое это как чистое искусство. Белое искусство в принципе. Черное, конечное. Он же экономия говорил. Что это экономия. Экономия жизни. Экономия предмета. Экономия чего угодно. Вот здесь то же самое. Здесь уже экономия. Отсюда можно начинаться абсолютно что угодно. Но ничего не может начинаться. Это беспредметное. Ничего нет. Вот еще. Заменитая тоже. Супрематизм какой есть. Это абсолют. Это ничто. Здесь может быть абсолютно все что угодно. Это просто все летает. Ничего нет. Ни вой, ни убийств, ни расчемнения. Ни пытать, ни волос на лице, ни пота нет. Жира нет. А в этом ничего нет. Чистое существование. Каких-то частиц. Нет даже переживаний. Переживаний тоже нет. Ничего нет. Никаких эмоций. Супрематизм. То есть высшее. Это как высшее видит вообще все, что увидит сейчас. Абсолютно безумноционально. Просто существование. Иконзинский. Иконзинский. Чёрное пятно. Боже, абсорбционизм. Шаги. Это шаги. Не знаю. Шаги к супрематизму. Но как будто бы никто не решился, как молюсь вообще все откинуть. Конзинский импровизация. Это чисто абсорбционизм. Продолжение следует... иногда вот ты можешь посмотреть да вы допустим конец квадратик зеленый потом может меня три-четыре тебе снится на первый взгляд по своим брать ничего такого потом вот придешь домой и он на эти начинать сиск вот эти высоки вот такой вот выраженная зеленая предположим и желтый квадрат бывает конечно маляк налево-направо бывает что-то такое в чем что то есть есть потом она может где-нибудь здесь вот скрипка здесь потом скрипка здесь потом скрипку здесь это оба футури специальное движение в принципе движения на покажу что все движется на месте стоит скрипка самая разбросана раскинута то же самое возить натурщица которым уже показали движение грубо говоря на каждое движение на каждый фрагмент показано секунды времени в секунду такое движение такой такой каждый раз она же меняется и в итоге получать вот такое условно ну что значит прошли мы сами экспозицию в русском музее торп себе на на мой взгляд для меня кажется филонов было открыть я впервые вилл филонов визу в жизнь в живую в красках феноменальный конечно действительно талант огромный вот опять же мы в очередной раз убедились том что это бы классицизм неоклассицизм он так как бы на фоне вот не знаю импрессионистов либо каких-нибудь там абстракционистов таких как не знаю кто даст тоже татлин пусть будет либо петров водкин он чуть-чуть блекло смотрится они конечно да рисуют реалистично все дела но вот вот это вот вот все вот это вот величие не передать как бы одна из моих любимых картина на этой выставке будет феноменально шикарно это классический такой пост импрессионистский легкие дома легкой небрежность но все на месяц хорошо во сколько мы тут были три три с половиной часа три вас повинной вас памятница вот хорошо много знаков картин целом со всех стилей по немножко везде оторвано даже у близких соц реализм есть вот мы можем посетить я расчет и сил даже шемяки на одну картину светили гофмана в маске мотив и лубейника усилители кстати неплохо неплохо но хорошо цена пойти себе не купить вот у в в в Продолжение следует...